Президент России Владимир Путин приехал 16 июля на церемонию открытия северного обхода Твери на автомобиле Лада Аура. Кадр опубликовал телеграм-канал Кремль Новости. На опубликованном видео видно, как глава государства едет за рулем черного автомобиля. Позади него следует несколько Аурус-комендант. Также президент Путин заявил, что специалисты госкомпании Автодор, которые принимали участие в строительстве северного обхода Твери на М11, справятся со всеми поставленными задачами, в том числе и в новых регионах нашей большой страны. Участниками открытия северного обхода стали заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Игорь Руденя, председатель правления госкомпании российской автомобильной дороги Вячеслав Петушенко. Подробности у Ирины Синягиной. Торжественное открытие прошло на самом масштабном сооружении северного обхода. На мосту через Волгу. Он стоит на 10 опорах. Длина сооружения 738 метров, а ширина чуть более 24 метров. Высота пролета сооружения над водой достигает 17 метров, что дает возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры. Сегодня здесь, в Твери, с опережением срока почти на год, мы вводим в эксплуатацию один из объектов автодора, современную 60-километровую автостраду в объезд города. С открытием обхода Твери будет обеспечено непрерывное, бесшовное, бессветофорное скоростное движение между Москвой и Петербургом. Сократится время в пути из северо-западной части страны до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени. Появятся дополнительные, более удобные маршруты в рамках международного транспортного коридора Север-Юг. А значит, поездки между крупными экономическими, культурными, историческими центрами нашей страны станут быстрее. Таким образом, сделан большой шаг в укреплении транспортной и экономической связи регионов, развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, подчеркнул президент Владимир Путин. А самое главное – это повышение качества жизни людей. Северный обход является важной частью международных коридоров России, сказал Марат Хуснулин. На этих коридорах проживает более 50% населения нашей страны. Это, в первую очередь, развитие нашей страны, наших населенных пунктов. Мы очень дружно работали тут все, и строители, и компания «Автодор», которая на год раньше, к своему юбилею, закончила. Огромное спасибо. Хочу сказать всему коллективу огромное спасибо. Губернатор Игорь Михайлович, мы вот с первого дня занимаемся этими проектами, и у нас вот благодаря этому получился опережающий год. Хочу всей команде «Автодор» сказать огромное спасибо за ту прекрасную работу. Игорь Удыня поблагодарил президента России и от жителей всей Тверской области за реализацию важного для региона проекта. Это логистический коридор, который объединяет не только две столицы, но еще и сформировал новые направления высокоскоростного, уверенного автомобильного движения для таких городов, как Ярославль, Волга, Архангельска. И если говорить о туризме, то это наши новые возможности для Центральной России. Это новые предприятия, это новые институционные проекты, это газификация. Вместе с этой трассой, которая сегодня открывается, для наших жителей открываем новые возможности по новому качеству жизни. Наша молодежь, я уверен, ответит нам и демографией, и новыми трудовыми подвигами. Уже на стадии реализации проекта регион привлек более 40 инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и туризме. Это свыше 145 миллиардов рублей инвестиций, 20 тысяч новых рабочих мест. Ввод северного обхода позволит создать три региональных инновационно-промышленных парка, открыть дополнительные возможности для развития туристической отрасли, агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Беженского, Калининского, Киморского, Ромешковского и других округов. Запуска новых инфраструктурных проектов. Сегодня, находясь здесь, могу сказать, что это такой золотой стык в каркасе скоростных дорог север-юг, запад-восток. Вот только вдуматься, 1520 километров от Санкт-Петербурга через Москву до Казани без единого светофора, с освещением, с разделением потоков, со скоростью не менее чем 130 километров мы сегодня можем доезжать. Ко всему прочему, коридор север-юг, опять же, от Санкт-Петербурга через Москву до Краснодара – 2200 километров. Тоже без единого светофора, со всеми оснащениями, которые сегодня требуют время. В пиковый период на строительстве обхода Твери круглосуточно работали более 1300 человек и около 1000 единиц техники. На протяжении северного обхода возведены 4 транспортные развязки, 28 путепроводов и мостов.